Наша съемочная группа всегда оперативно реагирует на жалобы жителей. На этот раз горожане посетовали на нестерпимое зловоние, которое уже давно стоит в Заволжском районе города, на Соменке. Удушающий запах исходит от местной речки. Надо заметить, что жалобы от жителей Твери поступают уже не первый год. Но ввоз и ныне там, а точнее вонь. Что с этим делать, разбиралась Наталья Федорова. Жить рядом с речкой – мечта любого городского, но не для жителей микрорайона Соменка. Свежий воздух от водоема замещен характерным затклым запахом канализации. Теперь жители окрестных домов живут закрытыми форточками и не могут подолгу находиться на улице. Вот мы находимся прямо на берегу у знаменитой речки. Рядом у нас находится школа, спортивная площадка. Стоит ветру немного подуть, как микрорайон Соменка буквально накрывает волной очень неприятного запаха. В связи с чрезвычайной загрязненностью среди местных жителей она получила название «Речка Вонючка». Помимо канализации в нее, видимо, сливают отходы ряд предприятий одноименного микрорайона. Так жительница Твери, которая уже более 80 лет живет на Соменке, с ностальгией вспоминает времена, когда река Соменка была красивой, чистой и прежде всего пригодной для купания и отдыха. Сажали рощу эту работники ветеринарной поликлиники. Ну и мы принимали участие в этом деле. Конечно, очень жаль, что она в таком состоянии. Местные жители еще весной решили выяснить, от чего исходит такой запах. Как оказалось, из коллектора Тверь-водоканала диаметром 1000 мм вытекают обильными потоками фекалий, которые перемещаются с поля в ручей Соменка. Сама же Соменка несет свои зловонные воды в Тверцу, а так как известные с курса географии впадают в матушку Волгу. Тверчане возмущены и бьют тревогу. Мы обращались в ВД-канал, Роспотребнадзор, природоохранную прокуратуру, администрацию города, но, к сожалению, ситуация не меняется, сообщают негодующие жители Соменки. Так что же дальняя Заволжья так впредь будет жить окутанным смрадом? Надеемся, что нет, ведь здоровье и качество жизни тверичей во главе угла. Но, похоже, эту застоявшуюся проблему можно решить только совместными настойчивыми усилиями. Телеканал Тверской проспект повторно отправил запрос в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру. Мы будем ждать исчерпывающей реакции надзорного органа и держать наших зрителей в курсе развития событий.